...основные мысли, ну понятно, что все уже пошутили насчёт новой готовящейся пандемии, просто потому что она там упоминалась. Я бы не стал шутить на эту тему. Хочется произнести фразу, так это ж не прогноз, это ж проект. На самом деле, конечно, всё не так просто, не так тривиально. Прежде всего, Давосский форум был призван каким-то образом разрабатываться в ситуации с пандемией. Дело в том, что, во-первых, время с пандемией прошло в общем три года. Скоро мы как раз отметим очередную дату. В результате чего начинаются потихонечку разборки относительно разумности принимаемых решений. И тут выясняется, что не было разумности. Выясняется, ну как изначально понятно, что ни маски, ни от чего не помогали, ни социальное дистанцирование. При этом польза от них была не то, что сомнительно, строго равна нулю. В то время как вред очень и очень реален. Много людей из-за этого погибло. Но на самом деле складывается вообще впечатление, что это скорее добавка пропаганды на совершенно обычную инфекцию. Но может быть там в районе птичьего или свиного. Здесь-то мы как раз и сталкиваемся с тем, чего обсуждает Давос. Смотрите. В тот момент, когда пандемия начиналась, была точка зрения, и это далеко не только политики. Как раз начали это микробиологи, в честности итальянские. Указывающие на то, что это очень серьезная инфекция с очень высоким уровнем смертности. Собственно, когда принимались первые решения по закрытию мира, на тот момент по Великобритании и по Италии распространялась точка зрения, что смертность от пандемии будет там не 3-5 миллионов, а где-то 300-400 миллионов. То есть, что города будут заполнены убитыми, в смысле погибшими, не будут спевать, вывозить и сжигать трупы и так далее. Разговор шел на эту тему. И разговор шел очень серьезно. Я говорю, еще раз повторяю, политики к этому скорее присоседились уже за тем. Первоначально это начали как раз ученые. Вопрос о том, не означает ли это кризис современной западной медицинской науки. Думаю, что вы мне не будете этот вопрос задавать, а я не буду на него отвечать. Поскольку вопрос очень литерический, здесь все более-менее понятно. В результате здесь и получилось следующее. Когда эти решения принимали, заметьте, вы помните мое выступление по ковиду. Я всегда говорил, что с самого начала и до конца, что это информационная эпидемия. Но я при этом, как относительно честный человек, понимаю, что люди, принимающие решения, были жутко напуганы. И значительная часть их считала, что это ужасное средство для спасения хоть чего-то от цивилизации. И разговор у них шел об этом. Так вот, что делает сейчас Давос. Давос сейчас пытается понять две вещи. Первое. Почему тогда были сделаны ошибки? А это были явно формальные ошибки. Да, конечно, может быть, не будет их было бы то же самое. Но они хотя бы не были бы удивлены. Они же были очень удивлены ходом пандемии. Поэтому вопрос первый. Почему получилось не так, как рассчитывались? Вопрос второй гораздо более для них интересный. Что такое предельная эпидемия? Предельная эпидемия имеется в виду, надо полагать, что-то типа чумы даже не 14-го, а 6-го века. Юстиниановой чумы. Но здесь надо понимать простую вещь. До сих пор все предельные эпидемии были бактериальными. Но бактериальная эпидемия лечится антибиотиками. Да, конечно, можно искусственно создать пандемию, которая пройдет в защиту известных антибиотиков. Но врачи уже научились быстро создавать следующее поколение. И с этой точки зрения на уровне, что называется, новой чумы точно не пройдет. Какие, возможно, еще варианты? Я напомню, что базовая задача Давоса, Давоса, организация, рупором которой является Клаус Шваб. Клаус Шваб – это инклюзивный капитализм. Инклюзивный капитализм – это язычество, жесткое антихристианство и жесткое требование уменьшения человеческой антропогенной нагрузки на природу. Причем они достаточно быстро поняли, что здесь бессмысленно сокращать потребление хоть нефти, хоть хлеба, хоть мяса. А нужно просто резко сократить количество людей. Отсюда, собственно, Давосская линия – это линия на стимулирование голода, войны и пандемии. Причем, опять же, еще раз подчеркиваю, не надо полагать, что это такие уже дикие враги всего. Они, скорее, очень испуганные люди, которые находятся в плену своих собственных идеологических установок. И реально считают, что это, конечно, ужасно, но лучше мы убьем 5 миллиардов людей, чем погибнут все 8 миллиардов человечества в целом. Они работают в этой логике. В этой логике они хотят получить комбинированный удар – война, голод и пандемия. Поскольку они уже пришли к выводу, что человечество – очень прочная конструкция, и отдельными ударами сильно изменить ситуацию к худшему не удается. Да, она, конечно, меняется. Да, падает производство населения в развитых странах, но в неразвитых растет еще сильнее. Да, конечно, эксперимент, который они сейчас делают в ГАЗе – еще одна попытка разобраться в этом вопросе. Но у них же опять ничего не получится. Так вот, что они пытаются решить. Они хотят выяснить, что такое предельная пандемия. И пока они поставили задачу – это, несомненно, задача – в 20 раз повысить смертность относительно ковида. То есть создать вирусное заболевание, которое приведет к смерти порядка 100 миллионов людей на планете. 100 миллионов для них – это не цифра, но это возможность сломать существующие механизмы безопасности и получить возможность бесконтрольной власти над огромными территориями. А уж там они разберутся, как окончательно решить палестинский, соответственно, пакистанский, афганский, много-много нигерийский и много-много других вопросов. Врусский, кстати, среди них тоже есть. Соответственно, да, этот момент все понимают одинаково. Ну и не случайно у нас об этом говорят прямо как о том, что это задача на создание бактериологического оружия. Но они же со своей стороны говорят – нет, они не хотят ничего создавать. Напротив, они опасаются, что это получится само собой. Кстати, такой смешной и веселый вопрос. А с чего это они надеются получить само собой, как естественное развитие событий, пандемия, уровень смертности от которой, но с учетом того, что, в общем-то, и коронавирус был более смертоносным, чем нормальная гриппозная эпидемия, они хотят получить отношение сигнал-шум около 100. Вопрос. Они все решили, что кто-то поверит в естественность такого процесса. Поверить в естественность ковида на пределе можно. Можно сказать, наверное, так. Реальные потери от ковида были меньше, чем указанные в статистике. И они хоть и на пределе, но, в общем, в естественные параметры укладываются. Но вы же говорите о том, что это комбинированный удар. Если будет война и голод, я думаю, всем будет просто недовыяснение. Я думаю, они начнут с пандемии. А войну и голод сделают следующим шагом. Это более естественное и простое решение. Кстати, отсюда. Я, конечно, не знаю, что по этому поводу думает Российское министерство иностранных дел. Но, вообще говоря, можно бы потребовать выдачи всех участников Даосского форума по обвинению в заговоре против мира, по обвинению в заговоре с целью массового убийства. И далее смотри материал Нюрнбергского процесса и устав Нюрнбергского трибунала. То, что сделано в Давосе, Нюрнбергский трибунал уже сейчас сделано. Не то, что будет сделано потом, а то, что сделано и сказано сейчас. На трибунал Нюрнберга тянет. Причем именно в рамках того, что изначально это было указано. Преступление против мира, преступление против человечности. Фактически то, что они обсуждают с бактериологической угрозой, можно рассматривать как призыв к массовому убийству. И, в общем, я бы сказал бы, что в известной мере это приговор Давосу. Смотрите, здесь надо понимать простые вещи. Сколько бы ни говорили британцы или немцы, что у них все хорошо, они все делают правильно, они явно столкнулись с очевидным неодобрением избирателей. Причем резко ухудшились отношения в самом Евросоюзе. Французы, например, в явную форму начинают говорить, что немцы пытаются втянуть нас в войну с Россией из-за своих внутренних проблем, которые Франции вообще никак не интересны. Вот это вот очень важно понять, что фактически Давос сейчас находится не в той ситуации, что в 2020 году. На самом деле итог этих трех лет, ну четырех уже скоро будет, это наше понимание простой вещи. Сколько бы мы ни писали, ни кричали про пуст правду, а Линкольн таки оказался прав. Нельзя все время обманывать всех. В какой-то момент этот обман перестает действовать. Если Давос рассматривать как основную структуру в интересах которой последние годы обманывали всех, то такое прозрение, которое сейчас происходит, для Давоса крайне опасно. У меня, кстати, есть странная позиция, что если, например, кто-нибудь, не суть важна, Россия, Китай, Индия, например, действительно потребует выдачи акторов Давоса, то в странах, из которых эти акторы приехали, начнутся массовые выступления в пользу этого решения. Либо в лучшем случае, нет-нет, мы их не выдадим, мы должны их судить сами. Справедливым пролетарским судом. Я сейчас говорю, то, что я сейчас говорю, совсем не является шуткой. Мир, в котором мы сейчас оказываемся, очень похож на мир кануна мировой войны, Первой мировой войны. А для того момента времени характерно не только противостояние Британии и Германии, или, скажем, Антанта-Центральный Союз, но и чрезвычайно жесткое противостояние народ-элиты, которое проявилось, например, в Октябрьской революции, не только в ней одной. Вспомним, революции в Турции той же. Так вот, сейчас в мире начинает складываться настоящая революционная ситуация. Будьте уверены, в ближайшее время много будет желающих почитать не только Маркса Энгельса, но и товарища Ленина. Он снова становится актуальным. Ну что ж, то, что Вы сказали про всплытие реликтов, я думаю, нужно изучать хорошо мир перед Первой мировой войной, и тогда нам что-то про реликты станет ясно. Да. Спасибо. Спасибо.